МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Что должен уметь настоящий водитель автобуса?" -"Я не представляю себя даже без уголя отверстия". -"Где в Самарской области найти применение общей эрудиции?" -"Это азарт, это интерес, это ощущение... -"Гордостью". -"Кто такой специалист пенсионной системы?" -"Это призвание, это видеть радость людей". -"На маршруте такого точно не увидишь. Прежде чем выполнить сложные и даже опасные маневры, они годами набирались мастерства. Кто лучше в Самарской области, выясняли на 14-м областном конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов. Жюри уверена, никому мастерство не дается даром. -"Это правильное руление, правильное руление, чувство габарита автобуса. Это все нарабатывается опытом. Это работа и на предприятиях, на городских соревнованиях. Именно нарабатывается даром. И это показатель того, что есть лучшие, практически профессионалы, которые допускаются до пассажирских перевозок. Это все эти работники, которые... А это одни из лучших, будем говорить, среди них". Затормозить четко в указанном месте условной пассажирской остановки, проехать тоннельные ворота и змейку, выполнить параллельную парковку, крутое круговое движение вперед и задним ходом, на ходу перевесить кольцо. И все с точностью до сантиметра за минимальное время. Чтобы так легко управлять машиной весом более 10 тонн, нужно иметь не только опыт, но и быть одним целым с автобусом. В этом убежден Павел Лаврухин, водитель пассажирского автобуса из Тольятти, победитель всероссийского конкурса и постоянный участник. Это уже чуть ли не как не своя машина, потому что каждый день выходишь на нее как это... Конечно, уже чужой человек садится, что-то не так, здесь не так, здесь не работает. А я прихожу, все нормально работает. Шестой конкурс и обязательно с призовым местом. Мастерство и тяга к автобусам, считает Павел, передались с генами. Его отец и прадед работали также водителями автобусов. Самым сложным в профессии он считает частое неуважительное поведение по отношению к общественному транспорту других участников дорожного движения. Они не могут понять, что невозможно его восстановить моментально, что если я вот так быстро, как мы здесь это все делаем, быстро заторможу, та же самая бабушка, его же бабушка может упасть, покалечиться. Это люди не могут понять. То есть или встанут так, что он вроде на маленькой проезжает, а я не могу физически никак проехать. В семье самарца Ивана Котова водитель автобуса еще и отец и старший брат. Мечтал водить автобус еще с детства. Сам участвует в областном конкурсе профмастерства уже в седьмой раз. По опыту знает, слагаемых победы много. Велика роль удачи, даже знание всех подводных камней всего не решает. Да и важна не сама победа. В областном конкурсе уже участвуют лучшие из лучших. Здесь важнее участие. Мы же возим людей не для гона каких, а чтобы люди попали на работу вовремя, целые, невредимые. Это, конечно, мастерство водительское. Мы тут показываем, что тоже умеем ездить. Конечно, такого мы на дороге никогда себе не можем позволить. Такое же резкое торможение. Пассажир может упасть, повредиться. Поэтому мы там соблюдаем более спокойную езду. Я не представляю себя даже без роля. Каждый день садишься либо за свою машину, либо за автобус. Здесь действительно стиль жизни уже. Без этого я уже, наверное, не смогу. Работа водителя пассажирского автобуса – это и ранние выезды, и разные пассажиры. Бывает, что и с характером. Работа не для тонких натур, но те, для кого это стало стилем жизни, уже не променяют свою работу ни на что. Что объединяет работника банка, врача и помощника руководителя проектной организации? Все трое много знают. У них есть одно общее увлечение – интеллектуальные игры. Одна из последних, пока еще малоизвестная в Самарской области, игра «Ворошиловский стрелок». Она из наиболее известных телеформатов, она сходна с телеигрой. Своя игра. Единственное отличие, если в своей игре ты играешь один против людей, то это командный вид спорта, то есть это команда с четырех человек. Две команды друг напротив друга, где каждый сначала состязается непосредственно своим соперником, с противоположной командой, а по мере выбывания игроков уже сильнейшие, сражаются сильнейшие. Недавно команда от Самарской области, НБСП, в составе четырех человек вернулась со Всероссийского чемпионата и не с пустыми руками привезли почетное третье место. До первого не хватило немного удачи, но в этом и прелесть игры «Ворошиловский стрелок» – переиграть соперника не только интеллектуально, но и скоростью реакции. Там больше азарт, потому что она быстрее, ведь намного больше цены ошибки. То есть в своей игре, допустим, там человек, он играет, не знаю, сто вопросов может сыграть, может там пятьдесят вопросов сыграть. Здесь в каждом конкретном бою любая ошибка на один вопрос – и ты вылетел. Либо ты ответил правильно и вылетел от твоей противника. Александр Беляев – капитан команды и опытный интеллектуал. В умных играх уже восемь лет. Со своей командой четыре года назад стал пионером «Ворошиловского стрелка». И именно они принесли эту игру в Самарскую область. Сразу после того, как приняли участие в первом Всероссийском чемпионате на молодежном форуме «Селигер» и сразу же стали победителями. Ездили, получилось выиграть. Достаточно неожиданно для нас, потому что для нас эта игра была абсолютно новой. Мы буквально правила изучали в дороге, в автобусе, смотрели видео с прошлых форумов, где люди играли. Это азарт, это интерес, это ощущение гордости за себя, за тех, кто меня воспитал в свое время, кто помог мне эти знания получить и в школе, и в университете, и в друзьях. И опять же большое спасибо тем, кто меня туда привел, потому что они по-прежнему со мной рядом находятся и друг друга поддерживают. Дальше больше новой игру сразу подхватило студенчество, а за ним подключились и все желающие. Ограничений для участия нет, но сразу предупреждают. Интеллектуальные игры затягивают и вызывают привыкание. Мне нравится атмосфера, и мне очень нравится катингент людей, которые присутствуют на этих интеллектуальных баталиях. Обычно это люди умнее среднего, если можно так сказать, люди как-то более интеллигентные, и мне нравится находиться в этой среде. Во время игры это немножко мандраж, потому что понимаешь, что может попасться вопрос, который ты знаешь, но тебе не дадут ответить, тебя передят. Это концентрация, это немножко дрожат руки. Интересно бороться. Правда, в отличие от всего того, что вызывает привыкание, занятие интеллектуальными играми – вещь во всех отношениях полезная, в том числе и в повседневной жизни. Просто когда мозг находится в постоянном каком-то развитии, когда мышление научится чему-то новому, потому что в интеллектуальных играх всегда новые тренды, всегда приходится подстраиваться, и как-то новые какие-то пути возникают, новые способы мышления, возможно. Все равно это в работе всегда помогает. Просто люди признаются, что никогда не додумались бы такого, до чего мы можем и додуматься. Потому что я знаю много людей, которые в своих профессиях они применяют навыки нашей из лиги, поэтому это помогает. Если выходит какой-то новый фильм или новая нашумевшая книга, то, возможно, по ней будут задавать вопросы скоро. Поэтому ее стоит прочитать, посмотреть и так далее. Кроме того, когда ты постоянно пытаешься отвечать на вопросы, это держит мозг в тонусе, и с этой точки зрения тренировок она полезна. Врач – это такая профессия, в которой надо обладать достаточно широким кругозором, интуицией и знаниями, конечно. Ну, кстати, попадались врачебные вопросы некоторые, что мне помогла моя специальность. Мало кто знал ответы на них. Ворошиловский стрелок – она более демократичная игра, то есть там не спрашивают каких-то запредельных знаний, то есть она открыта для широкого круга людей. Так что все, кто хочет попробовать, может прийти, и, я думаю, не разочаруются в этом. Не обязательно быть отличником, достаточно иметь общую эрудицию и интересоваться тем, что происходит вокруг. Всех неробкого десятка, кто чувствует в себе интеллектуальные силы и способность их продемонстрировать, ждут в своей ряды самарские ворошиловские стрелки. Работа Елены Васильевны Ефименко, возможно, и не самая зрелищная. В основном работа с документацией, но весьма ответственная. В ее ведении находятся самые важные документы человека, достигшего пенсионного возраста. Она начальник отдела назначения пенсии с учетом специального стажа. Ежедневно через ее руки проходят десятки дел, а при личном приеме – до сотни человек. Именно она и ее коллеги следят за тем, чтобы ни один житель Самарской области не остался без пенсионных выплат и получил все, что ему положено. Когда человек обращается за назначением пенсии, он в пенсионный фонд приносит все правоустанавливающие документы. Документы о стаже, трудовая книжка, диплом, военный билет, а также документы, подтверждающие замужество, рождение ребенка, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и другие документы. Поэтому главная задача для специалиста назначения – оценить эти документы, дать им правовую оценку и принять правильные решения при назначении пенсии. Труд Елены Васильевны кропотливый и очень ответственный. Нужно отлично знать законодательство не только Российской Федерации, но и СССР. И с людьми, и с документами, за которыми тоже люди, всегда нужен индивидуальный подход. Такая работа требует большого набора качеств, профессиональных и личных – от простой внимательности до человеческой чуткости. Оценку документов производит специалист глазами и руками, головой. А расчеты пенсии производят программы. Наши люди работают, наши сотрудники работают в программных продуктах, которые постоянно совершенствуются. Поэтому для работы в нашей системе необходимо хорошо ориентироваться в программных продуктах. В территориальных учреждениях пенсионного фонда проводится двойной-тройной контроль. То есть специалист по назначению пенсии – это же и прием документов, это и контроль документов, и начальник управления. Поэтому проходят документы пенсионные, проходят двойной-тройной контроль. Специалист по назначению пенсии должен быть юристом, экономистом, хорошо владеть программным обеспечением, а также немножко психологом. В пенсионной системе Елена Васильевна уже 28 лет. В Самару попала по распределению после окончания Армавирского юридического техникума. Тогда были специализированные учебные заведения по подготовке работников социальной службы. Сейчас таких сотрудников почти нигде уже не учат, поэтому новые сотрудники вливаются в работу по системе наставничества. Ну и в этом есть свои плюсы. Из рук в руки, из уст в уста новым сотрудникам передаются не только знания, но и многолетней традиции и отношения к профессии. Это призвание, это видеть радость людей, которых мы обслужили, которым назначили пенсию, и человек уходит довольный, и, соответственно, радуемся мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова